Это уже третий по счету персональная выставка картин художницы Оксаны Асеевой. На ней представлено 105 полотен автора. Натюрморты, пейзажи, портреты, фантазийные композиции. Все работы выполнены маслом. Фантазийные – это, наверное, какие-то сны. Вот, вы знаете, кошмары мне не снятся. Мне даже удивительно люди рассказывают иногда. Нет, а вот что-то такое космическое. И вот иногда пытаюсь это тоже написать. Оксана Асеева выросла в творческой семье. Ее двоюродная бабушка – профессиональный художник. Но сама Оксана начала заниматься живописью только в 20 лет. Запах красок. И мне всегда казалось, что я не могу. А они вот художники. А то, что я маленькая, а не взрослый профессионал, я просто вот не догоняла лет до 20. В настоящее время Оксана Асеева работает в детской школе искусств города Видное. На торжественном открытии выставки в историко-культурном центре присутствовали ее коллеги. У вас светлые такие работы. И ваш светлый взгляд на мир, он прямо вот передается и лучится из ваших работ. Они очень… Вот я зашла и сразу так посмотрела, говорю, как замечательно. Какая женственная живопись. Дочь художницы Алина рассказывает, вдохновение к маме приходит порой неожиданно. Она старается успеть запечатлеть меняющееся состояние природы. Все эмоции от одной из поездок в Бахчисарай также были отображены на холстах. Она может сидеть часами, не есть, не пить, просто рисовать. Ее это вдохновляет. Она может просто идти на улицу и увидеть там какое-то дерево, которое ей кажется очень красивым. Стоять, смотреть, с какой стороны его лучше нарисовать, как оно будет выглядеть на картине. Оксана признается, что работа над произведением может занимать от двух часов до нескольких лет. На многих картинах изображена старая часть города, видная, которая особенно близка Оксане. Школьная 39, я в 41-м из моего окна, я все время пишу 39-й дом. Там красиво у них, то деревец какой-то вырастет, то сарайчик живописный. Вид из окна художница называет главным источником вдохновения. Где деревянный чуалечек на подоконнике, кисти, ракушка, и вот этот дом, который из окна. То есть у меня даже этот деревянный манекен все время смотрит на этот красивый дом. Вот это старое, видное, с коттеджами, прямо, конечно, обожаемая часть города. Стоит отметить, что это первая экспозиция в центре после снятия ограничений. Посетить выставку может любой желающий с соблюдением всех санитарных правил. Выставка Оксаны Асеевой, она очень женственная, она очень теплая, очень много цветов, морских пейзажей. Это как раз то, что не хватает сейчас нам в зимние, пасмурные, холодные дни. Выставка Оксаны Асеевой в поисках гармонии будет работать до 16 февраля. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.